А вот где сражение только началось, так это в Вашингтоне. Дональд Трамп переживает, наверное, самые сложные времена в своей жизни. Недавно он и сам признался. Думал, что работа президента будет полегче. Но оказалось, в США всерьез обсуждают возможный импичмент. Рейтинг президента Трампа очень низкий, а его действия вызывают все больше критики. К примеру, решение этой недели о выходе США из Парижского климатического соглашения. Это договор 2015 года, действие которого распространяется почти на все страны планеты. Но кроме, пожалуй, Сирии и еще нескольких государств. По всей Америке уже начались протесты против этого решения Трампа. Критикуют его и в Европе. Чем все может обернуться, выяснял Дмитрий Анопченко. Протестами теперь уже ни Нью-Йорк, ни Вашингтон не удивить. Но эти дни стали черными для зеленых. Под окнами у Трампа, что в столице, у Белого дома, что в Нью-Йорке, неподалеку от Трамп Тауэр, шумные пикеты экологов. А в выходные все будет еще серьезнее. На марше по всей Америке сотни тысяч людей зовут. Я была шокирована. В принципе, многое из того, что он делает, шокирует. Но тут... Он такое с нашей страной сделал, а теперь ужас, что с миром делает. Вот я и протестую. Я не удивлен, но разгневан. Мы уже совсем у черты. И все это из-за решения новой команды выйти из парижского соглашения по климату. О нем в Белом доме Дональд Трамп объявил лично. Мы больше не хотим, чтобы лидеры других стран смеялись с нас, и они не будут. Я был избран, чтобы представлять жителей Питтсбурга, не Парижа. Но вот только политические эксперты сомневаются. Не дымовая ли это завеса, которая поможет снять градус напряженности внутри страны? Заявляют, мол, борьба с изменением климата вредит бизнесу. Но почему тогда сам бизнес утверждает обратное? Может, отмена договора больше на политике скажется, чем на погоде за окном? Дальше больше. Команда Трампа еще один повод для обсуждения подбросила. Просит Верховный суд вернуть в силу его указ о запрете на въезд в страну для мигрантов. Споров теперь не на одну неделю. Параллельно Пол Америки опечатку президента обсуждает. Мол, что это за слово такое «коффе-фе» в недописанном твите, который то ли случайно, то ли действительно нарочно опубликовали. Весь этот белый шум на время изменил повестку дня в стране и темы разговоров. Что в соцсетях, что на Капитолийском холме. В здании Сената себя сейчас чувствуешь, словно в декорациях телесериала «Карточный домик». В паузе между съемками здесь абсолютно пусто. История с парижским договором по климату спутала конгрессменам все карты. Но очень скоро эти кулуары снова наполнятся людьми в дорогих костюмах, которые в своих выступлениях будут говорить о разном, но произносить одно только очень громкое слово – импичмент. Для него пока ни голосов, ни оснований нет, но звучные слова поднимают конгрессменам рейтинг. А значит, мантру о расследовании и о возможной отставке тут и дальше будут произносить. Надеюсь, мы сможем создать независимую следственную комиссию, которая всю информацию соберет. Мы сможем ее сопоставить и, наконец-то, свяжем концы с концами. А вот что реально занимает политиков, можно узнать. Напросившись к ним в попутчики, сюда редко попадают посторонние. Эта ветка проходит прямо под конгрессом и соединяет между собой его помещение. Все серьезно. Три линии, шесть станций, семь поездов. Народным избранникам не пристало ходить пешком, вот и ездят между офисами на депутатском метро. В дороге обсуждают планы. И говорят в основном о выборах. Мол, часть конгресса переизберут через год. Вот политикам и выгодно, чтобы скандал вокруг Трампа до этого момента не утих. Будет длительное расследование, его будут тянуть и тянуть. И каждый раз будут намекать президенту Трампу. Окей, дела все серьезнее и серьезнее. И похоже в американской столице теперь устроят политические соревнования по перетягиванию каната. Команде президента важно увести внимание от проблемных тем. Его противникам необходимо тянуть обсуждение в свою сторону. При этом не доводя ситуацию до точки кипения раньше времени. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер.